МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это я, человек невеличко, Всем, кто есть, прихожусь близнецом, Сплю, покуда идёт электричка, Пав на сумку невзрачным лицом, Мне не выпала лишняя удача, Слава Богу, не выпала мне Быть заслуженной или богаче Всех соседей моих по земле, Плоть от плоти сограждан усталых, Хорошо, что в их длинном строю, В магазинах, в кино, на вокзалах Я последнюю в кассу стою, Позади паренька удалова И старухи в пуховом платке, Слившись с ними, как слово и слово На моём и на их языке. Здравствуйте! В эфире Институтальная программа «Игра в бисер». Но я прочёл стихи, которые, я думаю, Многие узнали. Это строки стихотворения Беллы Ахмадулиной. Это я. И вот сегодня о поэзии Беллы Ахатовны Мы будем говорить в следующем составе. Владимир Вишневский, поэт. Евгений Степанов, поэт. Филолог. Евгений Попов, писатель. И Марк Розовский, режиссёр, Траматург, художественный руководитель Театра у Никитских ворот. Мы современники, Беллы Айфсе. Мы всё это помним. Всё это было на наших глазах. На наших глазах. Очень ранний дебют, хочу отметить только. Ранний дебют. Она публиковалась впервые в 1955 году, в журнале «Октябрь». 18 лет я была. 18 лет. Очень раннее восхождение. Причём учителя, надо сказать, вот я сейчас вспоминаю, у нас общие были с ней. Павел Григорьевич Антокольский, который давал мне в своё время доброго пути и рекомендации в Союз писателей. И Винокуров. Евгений Винокуров, она была у него в кружке. И тоже Винокуров всё время очень тепло о ней отзывался. Винокуров мне тоже давал рекомендации в Союз писателей. Мы с ним дружили. Вот такая связь поколенческая, скажем. Ну и, конечно, прижизненная слава. Несомненно, такая слава после фильма, где на её слова Пугачёва пела, значит, песню «По улице моей, который год» и другие. Такая счастливая судьба внешне. 33 книги при жизни вышло, было Ахмадулиной. 33 книги. Вот. И я вот сейчас хочу спросить такую вещь. Вот мы обычно причисляем Ахмадулину к шестидесятникам, что совершенно справедливо. Она, конечно, к этому поколению принадлежит. И всё же, мне кажется, вот не знаю, как вам, но мне кажется, что она занимает в этом поколении особое место. Особое место. Для начала она моложе. Она младшая шестидесятница. Старшая там Евтушенко. 37-й год и 32-й год. Аксёнов 32-й год. Да, да, да. И Вознесенский 33-й. И Вознесенский тоже. 37-й чуть-чуть по-другому. Это уже ее наморец. Да, но поскольку она была дама всё-таки среди суровых мужиков, то отлично всё было. А отличие есть какое-нибудь эстетическое? Ведь она сразу заявила о себе, как бы да, она в этом потоке, в этом поколении. Но что ее отличало? Нежность. Нежность. Я бы сказал так. Ангел. Голос горлицы. Флейта шестидесятничества, если хотите. Но, конечно, отличие есть. Она вся как бы из Серебряного века. Она была из небожителей, если, так сказать, употреблять термин Иосифа Виссарионовича в отношении, значит, Пастернака. Она, конечно, она над землей парила, и, так сказать, она в этом смысле истинный поэт, поэт, который видит землю, живет на земле. Это ее словесная вязь, изящество слога, эта красота слога. Все это было в наше время. Ее само существование было антигосударственным. Она не попадала в тот самый размер. Но, между прочим, это ее и спасало. Ну и при том, что она любила людей, любила жизнь. Но она была, наверное, властительницей чувств. Нет? Не так ли? И вот это, так сказать, фэнтези, это сюрреалистическая поэма, сказка о дожде, которая совершенно была вне нашего, так сказать, мироощущения. Вот она нам дала, дала какой-то тот мир, в котором можно было только лететь вместе с ней. Вот смотри, окончание, чтобы тебя поддержать, так сказать, стихами. Дождь с выражением ласки и тоски, паркет марая полз ко мне на брюхе. В него мужчины, поднимая брюки, примерившись, вбивали каблуки. Его скрутили тряпкой половой и выжимали, брезгуя в уборной. Горта у него вдруг охрипшей и убогой, кричала я, не трогайте, он мой, он был живой, как звери дитя. О вашим детям жить в беде и муке, слепые тайн, не знающие руки, зачем вы окунули в кровь дождя? Хозяин дома прошептал, учти, еще ответишь ты за эту встречу. И засмеялась, знаю, что отвечу, вы безобразны, дайте мне пройти. Наверное, еще отличало, отличало то, что она вот впрямую так ярко, откровенно социально она не была. И то самое слово гражданственность к ней было опосредованно применимо. Она могла о зле сказать в стихотворении про Варфоломеевскую ночь, о зле, осудить зло, вот как таковое. При этом в ее поступках человеческих и в поддержке Пастернака и в отрицании, в отказе от каких-то общественных подписей общих, вот ее мужество в этом, в деяниях поступков сквозилось. Это все органично, потому что она мне рассказывала, что говорит, что я плакала, говорит, мне страшно было, но понимала, что подписать не могу. Она отказалась подписать письмо. Паразительное слияние психофизического образа Беллы с ее стихами. Ее называли самой красивой поэтом своего времени. Но она артистична. А частично, да, что это влюбленность целого поколения. Но я помню свое первое, я школьником был, первое восприятие, я увидел, это год 59-й, наверное, был на Дне поэзии, в магазине она выступала, в книжном. И ощущение было, что вот не то, что она читает стихи, она как бы их в этот момент сочиняет. Как бы на моих глазах происходит сама поэзия. Но чего нельзя сымитировать. Знаете, как сказал другой поэт, спасибо музыка за то, чего и умному не подделать, за то спасибо, что никто не знает, что с тобой поделать. А я хочу, знаете, сказать, вот недаром она вошла в легенды, ее выводят в произведениях тот же фильм, о котором столько спорили. Нелла, так сказать, через Асенова. Нелла Аха. А ведь было менее известное сочинение, значит, одиозно известный роман Шевцова. Там выведены, значит, Артур Воздвиженский, ну понятно, и новелла Копорулина. Но я хочу об отношениях ее с кино особых сказать. Прекрасная роль журналистки столичной вживет такой парень. Шукшина. Ее чтение стихов в культовом фильме Климовых «Спорт, спорт, спорт, беги и бегун». Вот потом, то, что у других было банально, она ввела, так сказать, в поп-культуру, пришла и говорю. Теперь это ассоциируют с Пугачевой, а ведь это пришла и говорю. Как видишь. Если бы не был настолько опошлен этот термин, я бы назвал ее секс-символом поколения. Она была, не влюблены все были. Иконы стиля, как бы сейчас сказали. Иконы стиля, как угодно, да. А вот смотрите, колоссальная вещь произошла, колоссальное обновление рифмы. Вот я не знаю, кто первая, говорят, евтушенковская рифма. На самом деле, она, для нее это стало постоянным, от юности и до конца. Она пользовалась этой рифмой, обновление фонетическое произошло. Гордо-горько, подонки подобны, Мартынов-Мартенов, сугроба сурова, улыбки-улики, искупа-искусство, барабада-бульвара. Политическая поддержка идет. Это совершенно новое поле звуковое. И смысловое, кстати, она открыла. Это обновление всей русской поэзии. Это, конечно, делала Евтушенко. Но вот кто первый из них начал, это я не знаю. Игорь Ильич, можно я скажу? Значит, на самом деле, действительно, эта рифма называется асананс. Асананс. Это асананс. Ахмадулина уже, действительно, начиная с 56-го года, начинала использовать эти рифмы. Но если мы внимательно изучим асананс, даже посмотрим словарь Квитковского, который вышел в 66-м году, он там дает подробное описание этого явления. Это было еще в русском фольклоре. Бери шубу, да не было бы шубу. И, конечно, форма, конечно, блистательная. Абсолютно новая лексика. Помните, влечет меня старинный слог. Да, да, да. Ну и плюс явление его величества поэта. То есть вот это соединение внутреннего мира, вот этого виртуозного мастерства, мне кажется, и явило миру нового абсолютно поэта. Я что хочу сказать? Рифма открывала возможность такого прорыва в такие смысловые глубины, которые были для традиционной рифмы невозможны. В принципе, огромное количество связей появилось, смысловых. Форма стала выпорудить. Да, вот что важно. Роль содержания. Это взаимосвязь. Вот паразитное слияние образа лирической героини, ну, мы говорим так условно, лирическая героиня, да, с образом автора. Мы же все время видим ее, когда читаем ее стихи, я, например, вижу, как она читает. Вот слышу ее интонацию. Насколько, вот если говорить о лирической героине, какие черты у нее, какие качества. Ну, ведь, скажем так, вот сразу видно, вот уже сказали по стихам, доброта, нежность, вот то, что Женя ты сказал, слабость некоторая, беззащитность лирической героини, она открыта, изящество, преданность друзьям, да. Сострадание ко всем чудикам, лунатикам, травинкам. А вот можно иное проиллюстрировать то, что он говорил с вами. Пришла, стоит, ей 18 лет. Вам сколько лет? Ответила. 18. Многоугольник скул, локтей, колен, надменность, угловатость и косматость, все чудно в ней, и доблесть худобы, и рыцарский какой-то блеск во взгляде, и смуглый лоб. Я знаю эти лбы, ночь напролет при лампе и тетради. Так и сказала мне 18 лет. Меня никто не понимает в доме. И пусть, и пусть. Я знаю, что поэт и плачет, не убрав лицо в ладони. Люблю, как смотрит гневно и темно, и как добра, и как жадна до боли. Я улыбаюсь, знаю, что давно. А думаю, давно ли я, давно ли прощается. Ей надобно, скорее, не расточив из времени ни часа, робеть, не зная прелести своей, печалиться, не узнавая счастья. Предельная обнаженность, да, вот утонченность, несомненно, переживаний, не только любовных, но любых. Уничижение. Уничижение. Кто-то сказал, по-моему, сказала Роднянская, патетика невезения. Да. Очень точно. Патетика невезения. Патетика невезения. Она себя позиционирует не как успешного поэта, а как человека страдающего. И причем осознание себя поэтом с самого начала. Вот я читал стихи вначале, там же есть строфа. Это я, мой наряд фиолетов, я надменно, юная толста, но к предсмертной улыбке поэтов я уже приучила уста. Я вспомнил, когда она жила под Таруссой. Под Таруссой, да. И вот в этот момент произошла с ней, как с поэтом, потрясающая история. Она, оставаясь Ахмадулиной, вдруг стала писать на какие-то совершенно практические темы, аля Некрасов уже. Я до сих пор помню. А там университет тебе посвященная? Да. Тебе помнишь, что про этого героя такой? Да, Гребенников. Гребенников, да. Ну, пивная есть у нас, ее зовут метро. Понятно, не за шик, за то, что подземелье. Гребенников туда захаживал. Ты кто? Спросил он мужика, терпящего похмелья. Похмелия. Тот вспомнил. Я Петров. Ну, говорит Петров, хоть в майке ты пришел, в рубашке ты родился. Ты тракторист? А то. Дву-десять тракторов тебе преподношу. Петров не рассердился. Смотри, там еще у нее была жуткая история, как солдаты убили пьяное какого-то мужика. Пришли они наточить два топора для плотницких намерений стройбата. Ну, да. А дальше идет тоже. А вот одна догадка, когда я перечитывал, как и все вы, и смаковал что-то. Поэзии я, может быть, позже, чем другие, открыл. У нее абсолютно отдельный образ вообще дитя, дитяти, как некий нравственный вообще центр. Вот она известная стихотворение. Ребенка одевает, он стоит, он и сносит недвижимый величавый угодливость приспешников своих, наскучив лестью челяди и славы. Но стихотворение, вот вроде про осуждение зла «Варфоловеевская ночь», она же не скажет «Варфоловеевская ночь», она скажет «Ту ночь, когда…» Вот она пишет, что «А вдруг и впрямь, по логике наития, тут тоже про нее, заведомо безнравственное дитя, рожденное вблизи кровопролития». Да, а смотрите, вот когда она начинала, вот какое было знаковое стихотворение первое. И снова, как огни Мартенов, огни грозы над темнотой, так кто же победил Мартынов и Лермонтов в дуэли той? Дантесель Пушкин. Кто там первый, кто выиграл и встал с земли? Кого дорога этой белой на черных санках повезли? Что делать, если в схватке дикой всегда дурак был на виду? Меж тем, как человек великий, как мальчик попадал в беду. Мартынов пал под той горою, он был наказан тяжело, и вранье ночной порою его терзало и несло. А Лермонтов зато сначала все начинал и гнал коня, и женщина ему кричала «Люби меня, люби меня!». Дантес лежал среди сугроба, подняться не умел с земли, а мимо медленно, сурово, не оглянувшись, люди шли. Он умер или жив остался, никто того не различал. А Пушкин пил вино, смеялся, ругался и озорничал, стихи писал, не знал печали. Дела его прекрасно шли, и поводила все плечами, и улыбалась Натали. Для их спасения навечно порядок этот утвержден, а торжествующий невежда, приговоренный, осужден. Но я помню, значит, такой анекдот рассказывали, как Маршак. Маршак, смелый, берет книжку, это в руки, говорит, ой, какой портрет, какая замечательная женщина, видимо, ну, почитаем, почитаем, открывает, и снова, как огни Мартенов, огни грозы над темнотой, который повезет, Мартынов или Мартынов, Мартынов, какая странная рифма. Ой, не любит она Лермонтова. Говорил, значит, Маршак, закрывая книжку. Литературный анекдот. Литературный анекдот, да, такой. Вообще, вот, есть много у меня личных воспоминаний. Такой был случай, у меня вышла книжка последние годы Достоевского тогда. И вдруг она мне звонит по домашнему телефону, и произносит монолог Беллы. Это 87-й год был, по-моему. И причем она начинает говорить о книжке, а потом уходит к каким-то своим далям. И она говорит, в течение часа я опаздываю на лекцию, но я не могу прервать, потому что это интересно, захватывающе. Я ее слушаю, да, да, Белла, я только поддай, когда она там говорит, ей нужно было выговориться. Вот. Один случай. А второй случай был такой, было совещание на молодых писателей в Красной Пахре. Значит, Белла к нам пришла, там, ну, немножко мы выпили. И она говорит, ну, ребята, пойдемте к Антокольскому. Я говорю, Белла, ну, ночь, час ночи, полвторого. Ой, ничего, он вас любит, и меня он любит. Пойдемте. Мы, значит, пошли. Ну, там заперто все, естественно. Белла говорит, ну, ничего, давайте полезем через забор. Я говорю, хорошо, Белла, я, значит, лезу через забор, и говорю, Белла, давайте, значит, мы на высоне были. Давайте я вас поймаю с этой стороны. В это время там забегали какие-то люди с факелами на крыльце. Я вышла покойная, она тогда еще живая, Зо Константиновна. И она сказала такую фразу, Белла, это опять вы, сказала она. И мы, значит, с позором. Другая куба. Да, а там на меня бежит собака, Боцман. И Боцмана я знал. А вторая неизвестная. Я думаю, ну, сейчас все. Я говорю, Белла, назад, значит, туда. Ну, да, смотрите, вот даже Евтушенко, какой упрек. Ну, в общем, доброжелательная рецензия о Белле. Он написал, что все-таки, если человек идет в поход, то он не может брать рюкзак из брюссельских кружев, сказал Евтушенко. И говорит, что ее восклицание о, о, она же о там, что может оказаться меловым кругом, который ее замкнет. Даже Евтушенко. Кстати, если уже брать мифологию, то их отношения, вот эта пара, звездная пара, Белла и Женя, то есть Евтушенко и Ахмадулина, ведь это же стало историей поэзии уже. Я думал, что ты мой враг, что ты моя беда тяжелая, а вышло так, ты просто враль, и вся игра твоя дешевая на площади Манежной бросал монетку в снег, загадывал монеты, люблю я или нет, и шарфом ноги меня обматывал там, в Александровском саду, все говорил и все обманывал, все думал, что я солгу, кружилось над мной вранье, похожее на воронье, ну и так далее. И дальше тоже, вот это все в струне, это же история отношений, жилая весело и шибко, ты шел в заснеженном плаще, Ну это как пощечину звучит, я бы устранил сам обсуждение этого. Это да, это да, с другой стороны, жилая весело и шибко, ты шел в заснеженном плаще, но вдруг веселый ветер шипро вздымал косынку на плече, и концовка, а ты проходишь по перрону, закрыв лицо воротником, и тлеющую папиросу, в снегу кончаешь каблуком. Кончаешь, слово, когда... Кончаешь каблуком, то есть образ, а с другой стороны, стихи Евтушенко, как стыдно одному ходить в кинотеатры, или... Без друга, без подруги, а с сеанса так... А собственно, кто-то так, ты такая. А собственно, ты такая, или потом, или потом, вот это его стихотворение, со мной вот что происходит, ко мне у нас второй друг не ходит, это же все история любви. Хотя бы ради психов, но вот краткий брак, чтобы эти стихи возникли. Краткий брак, да, пожалуйста. Вы знаете, издательство, в котором я работаю, мы провели социологическое исследование на тему популярности поэтов, и сделали очень большую выборку. Вот интересный момент, что писательская среда единодушно на первое место выдвинула поэтом номер один XX века Беллу Ахмадулину. Вне писательской среде Белла Ахмадулина уступила там пальму первенству Андрею Деметьеву, ну это и понятно. Но тем не менее, очень важно, что и среди профессионалов, и среди непрофессионалов поэт оказался абсолютно востребованной, новой, и по всю пору актуальной. Он необходимый и нужный. Еще знаете, какое качество, вот мне кажется? Ее героиня лирической поразительное внутреннее достоинство. Она была достойна всегда. Она всегда говорила, пришла и говорю. То есть, некое благородство позиции эстетической. Осанка поэтическая. Осанка. Да. И в тексте, и в поведении. Да. А вот мы говорим вот отношение к людям, отношение к ребенку там. А у нее же еще есть целая энциклопедия предметов. Она воспела предметы. У нее, смотрите, свеча, светофор, маленькие самолеты, мотороллер. Вот то, что кто-то сказал... Гаши, геоцинт. Да. Кто-то сказал точно, что эффект медленного взгляда. Вот смотрите, даже, скажем, если мы возьмем автомат, автоматы с газированной водой, да? Вот к будке с газированной водой всех автоматов баловень надменный, таинственный ребенок современный подходит к игрушке заводной. Ну, и как она описывает, воспрянов из серебряных оков родится омут сладкий и соленый, неведомым дыханием населенный и свежей толчевой пузырьков. Все радуги, возникшие из них, пронзают небо в сладости короткой и вот уже разнеженной щекоткой семь вкусов спектр пробует язык. И дальше, концов какая? И автомата темная душа взирает с добротою старомодной, словно крестьянка, что рукой холодной даст путнику напиться из ковша. Нет, а вот то, что иллюстрация даже в быту, в ее поведении, более миссерер мне говорит, что ее невозможно послать в гастроном было на Арбате, потому что ее час, нет, полтора, она всех пропускала. Пропускала. А люди чувствуют ее особо, они начинают подобрее быть, когда вот такой чудик... Совершенно верно, да. Да. Вот можно ли вообще говорить о какой-то эволюции Ахмадулиной как поэта или какие-то базовые ценности, которые были вначале, они остались? Я вот просто убежден, что буквально с ранних лет с Литт Института пришел сложившийся автор. Вот начиная с 56-57 год, девочке там 18-19 лет, даже вот эта первая книга, Струна, 62-й год, потому что ей 25 лет, ну, абсолютно сложившаяся со своей просодией, со своим стилем, со своей лексикой, со своей рифменной системой. Даже ее ругатели, которые вот ее там упрекали в инфантилизме, все отмечали мастерство, никто не мог это оспорить. Высокое мастерство ее, поэтическое. Ну, это видно неуженным глазом там. Просто, да. А смотрите, вот это первая книга, Струна. Да. Замечательная. Тираж 20 тысяч. На минуту. Смотрите, когда выходит вот эта книжка, это 75-й год, с предусловием Антокольского. А тут и редактор Антокольский. Да, да, да. А то Юрий Коблановский в журнале Грани, в зарубежном журнале, эмигрантском, пишет, что вот вышла книжка Ахмадулиной, всего 25 тысяч экземпляров, пишет он. Вот 100 тысяч раз. Вот 25 тысяч. А вот однотомник, вот этот. С культовым редактором. С 87-й год. 100 тысяч экземпляров. Теперь, вот она мне дарит эту книжку, с трогательной надписью, 90-й, как сейчас скажу, 94-й год. Игорю Волгину с искренним чувством дружбы и почтения. То есть совершенно Ахмадулинская с искренним чувством дружбы и почтения. Так вот, знаете, 94-й год, тут тираж 3 тысячи экземпляров. И я даже, знаете, что думаю, вот у нее же есть очень много стихов о стихах, о поэзии. О поэтов. Нет, вот как о процессе. Вот она как бы все время, это ее ремесло, и она это описывает. Вот, пожалуйста, что сделалось? Зачем я не могу? Уж целый год не знаю, не умею слагать стихи, только не моту тяжелую в моих губах имею. Вы скажете, ну вот уже строфа, четыре строчки в ней, она готова. Я не о том, во мне уже стара привычка ставить слово после слова. Порядок этот ведает рука. Я не о том, как это прежде было, когда происходило. Не строка, а другое что-то. Только что забыла. Да, то другое разве знала страх, когда шалила голосом так смело. Само как смех, смелость на устах. И плакала, как плач, если хотела. А смотрите, вот одна из главных ее тем, конечно, которая пронизывает всю поэзию ее. А я люблю товарищей моих. А, это да. Тема дружбы, пожалуй, только лицейской дружбы. Вспоминаю строчку Мандельштама. Я дружбой был как выстрелом разбужен. Но тут она была разбужена и пребывала в этом состоянии разбуженности к дружбам. И по улице моей, который год, звучат саги, друзья мои, уходят. Друзей моих медлительных. И на уход той пустоте за окнами угоден. Пожалуйста. И потом, вы знаете, все-таки проходит через всю поэзию тоже, как тема дружбы, тема Пушкина. Как некого, не то что любимого поэта, как его духовное присутствие Пушкина все время ощущается. Вот даже если взять приключения в антикварном магазине. Помните там? Да, да, да. Антиквар старый, которому 200 лет, который не хочет продавать этот футляр, где изображена женщина, которую он любил всю жизнь. «Ступайте прочь», он гневно повторял. И вдруг, среди слабоумия сомнений, в уме моем сверкнул случайно гений и выпалил. «Подайте тот футляр, тот ларь – футляр, фонарь – футляр, фуляр, помилуйте футляр из черной кожи». Он бледен стал и закричал. «О, Боже, все, что хотите, но не тот футляр. Я вас прошу, я заклинаю вас, вы молоды, вы пахнете бензином, ступайте к современным магазинам, где так велик которая изображена в футляре. «Как я устал, промолвил антиквар, мне 200 лет, моя душа истлела, берите все, мне все остычертело, пусть все мое теперь уходит к вам. Ой, я любил ее не первый год, целую воздух и каменья сада, когда проездом в ад или из ада вдруг объявился тот незваный гость. Вы Ганнибала помните? Мастак он был в делах, достиг чинов немалых, но я о том, что правнук Ганнибалов случайно оказался в тех местах. Туземным мраком, горячо дыша, он прыгнул в дверь, все вмиг переместилось, прислуга как в грозу перекрестилась и обмерла тогда моя душа. Чужой сквозняк ударял по стеклу, шкаф отвечал разбитой посудой, повеяло паленовой простудой, свеча погасла, гость присял к столу». То есть Пушкин. «Когда же вновь затеяли огонь, склонившись к ней, применившись разом, он всем опасным африканским рабством потупился, как укращенный конь. Я ей шепнул, позвольте, он урод, хоть ростом скромен мне кажется совсем наоборот. Три дня гостил, весь кротость, доброта, любой совет считал себя приказом, уезжая, вольно пыхнул глазом и засмеялся красным пеклом рта. Пушкин». Ну и так далее. В столетии том, в 37-м году, по-моему, зимою, да зимою, она скончалась, не послав за мною, без видимой причины и в бреду. 37-й год, убили Пушкина, она умирает. Как это все сделано? Через век родилась Мадулина. Да, да. А вот ее другой поэт, близкий ей. Да. Другой поэт. «В том времени, где и злодей лишь заурядный житель улиц, как грозно хрупок иудей, в ком Русь и музыка очнулись». Потрясающе сказано о Мандельштане. Гортань, затеявшая речь неслыханную, это можно сказать о себе. Она говорит, «Так открыто, довольна, чтоб ее пресечь, и меньшего усердия быта. Ему особенный почет, двоякое злорадство неба, певец, снабженный кляпом в рот и лакомка лишенной хлеба». Из мемуаров. Мандельштам любил пирожные. «Я рада узнать об этом, но дышать не хочется, да и не надо. Так значит, пребывать творцом за спину, заломившим руки, и безымянным мертвецом все же недостаточно для муки. И в смерти надо знать беду той, не утихшей, не однажды беспечной, выжившей в аду неутолимой детской жажды. В моем кошмаре, в том раю, где жив он, где его я прячу, он сыт, а я его кормлю огромной сладостью и плачу». Вот как кто мог так сказать, я кормлю Мандельштама. Да, могла сказать так. Ну, вообще, вот ее отношения, скажем, к Цветаевой, к Ахматовой. Она пребывает в состоянии постоянного благоговения. Это так, и в то же время это не так, потому что она выстраивает себя вот в эту парадигму. Ну, с Ахматовой она еще, кстати, была знакома. Там, правда, был такой случай. Она приехала, была к ней, повезла его кататься на машине Ахматову. Машина сломалась. Ахматова ждала, 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 потом вышла и поела на такси, поехала домой. А вот у меня, значит, такой вопрос. Смотрите, стилистика, речь. Меня влечет старинный слог, есть обаяние в древней речи, она бывает наших слов и современней речи. Что это? Почему вот такое введение, сочетание поразительное архаики и модерна? Или это состояние души, вот она может передать только таким слогам. Вот она же усложняет речь. Она же не просто скажет молоко, стакан парной первобытной влаги. Или, скажем, я смотрю, я полюбил и тратил зрение, она говорит. Да, да, абсолютно. Я просто хочу сказать, что культурный читатель, открывая для себя в свое время, да и позже, Ахмадулину, понимал, что у нее совершенно особая словесность, такая компактная поэтическая цивилизация. И, естественно, как явление, как любое явление, она стала очень, так сказать, лакомой для высокой стилевой пародии. Вот выдающиеся левитанские сюжеты. Как бы она написала по теме вышел зайчик погулять. О, ряд от единицы до пяти. Во мне ты вновь сомнения, зародишь, мой мальчик, мой царевич, мой заяц. Абсолютно. Не доверяйся этому пути. А дальше прекрасно, Шенов. Душа твоя звериная чиста, она наивна и несовременна. Длина твоих ушей не соразмерна, внезапной лаконичности хвоста. Наверное, еще надо, можно еще добавить. Мне кажется, это абсолютно необходимо. Это ее связь с Грузией. Грузия, да. На моих глазах я видел, как она дружила с Чабуа, Амираджиби. В Гаграх мы оказались, тоже отдыхали вместе в Доме писателей. Давно это было. И, конечно, она была почитаема в Грузии и сама почитала всех поэтов в Грузии. Как и все великие, так сказать, русские поэты 20 века. Вообще, Грузия была убежищем в советский период. И для Заболоцкого, для Пастернака, для Беллы. Для моего друга Ряшинского. Ряшинского. Вы знаете, знаменитый длиннейший стол, значит, так вот. Поэт произнес за великого сына грузинского народа товарища Сталина. Она сидела на другом конце стола, сняла туфельку и прицелившись ровно ему в физиономию влепила эту. Было? Было. И началась драка среди присутствующих. Ну вот тоже отношение, если брать к современникам. Ведь у нее не просто она отказалась писать письмо, подписывать против Пастернака, еще же у нее стихи, посвященные Пастернаку. Так это да. И вот я в этом плане хочу спросить, какая это традиция? Куда ее вписать? Вот я не знаю. Ну, влияние Пастернака, Заболоцки, Ахматова, там, Цветаевой, Мандельштамп. А кто-то сказал, что она ближе к Фету и к Тютчеву. Я за то, чтобы обозначить близость к Лермонтову. К Лермонтову. Она его любила очень, да. И при этом кодекс поведения, геноповедения вот такого, невербального, который она выдерживает, не суетно, не кричит, не кричала об этом в стихах. Вот она могла не подписать, но не писать об этом. Ну, да, да, да. А, кстати, у нее, знаете, какое самое употребительное слово, если брать по словарю ее, самое, я вот так пытался подсчитать, душа. Душа все время повторяется. Душа. А вот, кстати, можно ли говорить о ее отношении с Богом? Ведь нет прямой религиозности. Они какие-то естественные, они настолько естественные, что не требуют кричать об этом. Как бы она с этим родилась, мне кажется. Ну, я-то думаю, что вообще поэзия это религиозное явление, это и исповедь, и молитва, и проповедь, а кому-то и отповедь. Конечно, это исповедальная поэзия. И весь текст поэтическая Ахмадулина соприкасается с молитвой для меня. Ну да, это религиозное явление. Вы абсолютно правы. Мне кажется, что последний год ее жизни, во всяком случае, мне так казалось, была какая-то одинокость, какой-то трагизм особый. Был какой-то не то, что надлом, но она вот, она где-то, я читал, что она устала от этого бытия. Не от дружбы устала, не от друзей устала, не от общения устала, а есть какая-то только настоящим, большим поэтом присущая одинокость в этом мире. Ну, наверное, это вот все великие, большие, огромные поэты в конце своего жизненного пути что-то предчувствует то, что нам, так сказать, может быть и не очень понятно. Я вот люблю очень это стихотворение, правда, с 1974 года, но тоже. Вот такие стихи у меня. «Порохожий мальчик, что ты, мимо иди и не смотри мне вслед, мной тот любим, кем я любима, к тому же знаю мне много лет, зрачков горячую угрюмость вперять в меня повремени, то смех любви сверкнув, как юность, позолотил черты мои, иду, февраль прокладой лечит, жорщок и снегу намело, так много и нескромно блещет красой любви лицо мое». Вот осознание возраста, осознание... Да я же не знаю, что тут можно пересказывать. с моими словами, да. И может быть, это и непридуманная мизан сцена. Может быть, да. Это вот ощущение чисто мацартианское, понимаете, когда Моцарт пишет реквием, и вот у нее этот реквием проходит, можно сказать, через всю жизнь. Вот интересно, ведь в русской поэзии только одна, один поэт опознаваем по имени, это Марина. Марина, ну, понятно, что Цветаева. И сейчас осталась Белла. Понимаешь, когда ей было 70 лет, это, значит, был, соответственно, 2007 год. Значит, был грандиозный концерт в Питере, в Александринке. Так вот, она, ей специально поставили на сцене кресло, чтобы она отдыхала. Она два с лишним часа читала, не присевши никак. Настолько она была заведена. Ну, хорошо. Вот у меня последний вопрос, обращенный ко всем, к себе. Вот смотрите, самые значительные женщины-поэты 20 века. Это Цветаева, это Ахматова. Насколько Ахмадулина встраивается в эту троицу? Я бы сказал, не можно, а нужно поставить. Да. Это я говорю без всяких таких пуантов там, чего-нибудь еще там, экиоков. Это так. Да. Марк. Покажет время, но, конечно, очень хотелось бы, чтобы наши потомки, наши с вами потомки, простите, за стариковское такое, за стариковский призыв, знали, с кем мы жили. Потому что для нас это было большое счастье, этого общения. И все будут потрясены этим миром, миром Беллы, Беллочке Ахмадулиной. И она, безусловно, заслужила, заслужила наше почтение, преклонение и какое-то отношение к ней как к праведнице и как к святой. Я хочу, может быть, повториться, сказать, что Белла Ахмадулина создала свою словесность, свою какую-то компактную вселенную. Она и в силу своей прелести уникальной женской и особенностей, особости своей, она была, остается не только явлением, но и звездой поэзии. Русской поэзии. Она звезда русской поэзии. Да, Евгений, да, для меня в чем уникальность Ахмадулиной. Она и выдающийся поэт, у нее прекрасная, изысканная душа поэта, и невероятное версификационное мастерство. Это крайне редко в русской поэзии. И я думаю, что наиболее близкий ей поэт из серебряного века, это даже не Ахматова и не цитая, это, конечно, Осипа Милича, Мандельштам. Мне кажется, что сопоставима ее судьба, ее поэзия сопоставима с великими поэтами 20 века. Не только по новаторству. Вот я веду семинары там сколько лет поэтические. Ну, девушки приходили, все под Ахмадулину писали, и главное, читали под Ахмадулину. Читали. Так же, как писали под Ахматову или под Цветаева. Но невозможно это воспроизвести. Невозможно. Бессмысленное подражание, понимаете? Настолько самобытна она. Ну, само вот это влияние ее на поэтической, на, как называется, на акустику века было очень значительно. А что касается вот Ахматовой и Цветаевой, постоянная оглядка на их троические судьбы. Она все время оглядывается, и даже какое-то чувство вины чувствуется в этом, в ее поэзии. Она как бы виновата перед ними, что так у нее как бы лучше, чем у них получилось, благополучнее, понимаете? Вот есть, как бы чувство вины. Вот. Но я думаю, что, конечно, сопоставим. Ну, я в заключение прочитаю ранее. Стихи написаны в 20 лет, я, кстати, в 57-й год стихотворение прочту. Может, немножко сокращу. Влечет меня старинный слог, есть обаяние в древней речи, она бывает наших слов и современнее, и речи. Вскричать полцарства за коня, какая вспыльчивая тщедрость, но снизойдет и на меня последнего задора тщетность. Когда-нибудь очнусь во мгле, навеки проиграв сражения, и вот придет на память мне безумцы древнего решения, о, что полцарства для меня, дитя, наученное веком, возьму коня, отдам коня за полмгновения с человеком, любимым мной. Бог с тобой, о, конь мой, конь мой, конь ретивый, я безвозмездно повод твой ослаблю, и табун родимый, нагонишь ты, нагонишь там, в степи пустой и порежелой, а мне наскучил тарарам этих побед и поражений. Мне жаль коня, мне жаль любви, и на манер средневековой ложится под ноги мои лишь след оставленный подковой. Очень молодые стихи, ранние, 20 лет, когда она написала, но вот как раз в какой-то степени даже такая программа. Ну что, мы с Пучья, например, когда читал стихи Беллы Охатовны, я испытываю поэтический восторг некоторый. Мне это очень нравится. Кто-то сказал, что критик только для того, пишет критические стихи, чтобы процитировать стихи и получить удовольствие. Понимаете? Это хороший критик. Да, хороший критик. И вот, мне кажется, мы сегодня солидарно вспомнили стихи, которые в нас живут. И правильно сказал Марк, они у нас здесь, и которые мы будем помнить, пока мы будем живы. И мне кажется, что можно сказать, что это все-таки уже в какой-то степени классика 20 века. Несомненно. Это останется. И я скажу уверенно, как всегда, читайте и перечитывайте классику, в том числе современную классику. Ваш Игорь Волгин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok